И к другим новостям. По информации первого кредитного бюро, казахстанцы стали чаще оформлять автокредиты. Заемщики одолжили у банков почти 3 триллиона тинге. По сравнению с первым полугодием 2023-го, портфель автозаймов вырос на 14%. Какие условия кредитования на покупку машины предлагают банки? Эту тему продолжит наша коллега Сабина Балашкина в рубрике «Первая цифра». Сабина, доброе утро. Заинтриговала, заинтересовала на 14%, правда? Правда? Доброе утро. Все верно, Лунара. В целом, как обстоят дела на рынке автокредитования, об этом расскажем далее в рубрике. По информации первого кредитного бюро, портфель автокредитования вырос на 14% по сравнению с первым полугодием 2023-го. Заемщики оформили займы почти на 3 триллиона тинге. В среднем на каждом заемщике числятся 8 миллионов. И еще интересные данные, приведенные в бюро. Всего 10% казахстанцев имеют самый минимальный долг и уже почти расплатились с банками. Им осталось погасить примерно по 600 тысяч. Еще 10% заемщиков с самой большой суммой должны в среднем вернуть банкам по 17 миллионов тинге. Что касается рынка автокредитования, то в Казахстане он вполне разнообразный. По информации аналитиков финансового маркетплейса про деньги KZ, оформить займ можно в 12 банках. Классический автокредит выдают на срок до 10 лет. Получить его можно только в том случае, если заемщик купит машину в автосалоне и без пробега. Также важно учесть, что понадобятся деньги на первоначальный взнос. Чем больше сумма первоначалки, тем ниже будет процент по кредиту. Самые крупные автозаймы выдает Freedom Bank. Можно приобрести любой новый или поддержанный автомобиль на сумму до 50 миллионов тинге на срок до 7 лет. Ставка 22% с первоначальным взносом от 10%. Решение о кредите принимается за час. Аналогичную сумму есть возможность оформить в Казахстан Zerat International Bank, но только на 5 лет. Ставка вознаграждения до 25% с любым первоначальным взносом. Решение принимается в течение недели. У БЦК предлагают до 45 миллионов тинге сроком до 7 лет со ставкой до 23%. Нужно внести первоначальный взнос от 10%. Впрочем, по информации председателя правления Казахстанской автомобильного союза Анар Макашева, 70% новых автомобилей казахстанцы покупают в кредит. При покупке нового автомобиля кредитование является самым оптимальным способом для нашего потребителя спокойно купить новый автомобиль и обновить свой автомобиль. Сейчас очень много у дилерских центров различных акций, при которых наш потребитель может купить автомобиль от 0,1% кредитной ставки и выше, в зависимости от первоначального взноса, в зависимости от банка, в зависимости от состояния заемщика, также в зависимости от того автомобиля, который он приобретает. Что касается льготных автокредитов, то их выдают лишь в четырех банках, Народном, Евразийском, БЦК и Фортебанке. Наибольшую сумму кредита можно оформить в БЦК до 15 миллионов тинге на срок до 7 лет по 4% годовых с любым первоначальным взносом. Как сейчас реализуется программа, рассказала председатель правления Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева. Если брать программу льготного кредитования, то сейчас, конечно, в программе льготного кредитования недостаточно финансировано для того, чтобы обеспечить какой-то процент нашего населения новыми автомобилями отечественного производства именно по этой программе. Но в целом также где-то порядка 30-40 автомобилей в месяц по стране реализуются по программе льготного кредитования. По данным Казахстанского автомобильного союза, с апреля в Казахстане ввели новые правила и ужесточили условия кредитования. Ограничения по выдаче залоговых займов в новом году могут затронуть также и автомобильный рынок. Пока банки не производят расчеты коэффициента долговой нагрузки, но в начале 2025-го все может измениться. Председатель правления Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева прокомментировала ситуацию. Если брать кредитование транспортных средств, то данный вид кредитования, он не страшный для рынка, потому что при покупке автомобиля, автомобиль ставится в залог. Соответственно, если, допустим, у потребителя возникает какая-то проблема, и он, допустим, не может оплатить ежемесячный платеж, то он всегда сможет реализовать свой автомобиль, таким образом покрыть сам кредит, и, соответственно, долговой нагрузки, как таковой, на потребителя не будет. Наш автомобильный союз и все, кто входит в наш автомобильный союз, будем просить государственные органы обратить внимание, что данный вид кредитования для государства не страшный, для потребителя тоже. В Казахстанском автомобильном союзе, говорят, 2023-й был одним из рекордных на рынке, больше 198 тысяч новых автомобилей реализовали официальные дилеры, больше 147 тысяч машин произвели в Казахстане. Если говорить про этот год, то по итогам июля официальные представители продали больше 18 тысяч автомобилей, это на 9% больше, чем в июне. Львиная доля всех продаж или больше 17 тысяч единиц приходится на легковушки и легковую коммерческую технику. Лучше всего в прошлом месяце покупали автомобили Hyundai, на вторую позицию вернулся Chevrolet. А замыкают тройку Kia. Две оставшиеся позиции в рейтинге взяли китайские марки Cherry и Jack. Казахстан, спасибо за информацию. Поняла, что около 200 тысяч автомобилей реализовали официальные дилеры, а наш Казахстан тоже не отстает, около 150 тысяч машин продали вроде бы и произвели. Это значит, что показатель растет, что цифра радует, и нашим автолюбителям точно есть, что выбрать, и на рынке есть ассортимент. Благодарим за информацию. Это была наша коллега Сабина Балашкина и ее рубрика «Первая цифра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова